В прошлом году, когда я впервые посетил соревнования Пластик и Точка, у меня было ощущение, что это самое грандиозное мероприятие из всех возможных, которые проводятся в РФ. К середине соревновательного процесса меня посетило чувство разочарования. Я был разочарован тем, что не приезжал сюда раньше. Когда-то мероприятие называлось Огонь, Вода и Медные Трубы. Несколько лет подряд сюда привозили именитых зарубежных спортсменов, например, Дэниела Гранта. И когда это происходило, я уже жил в Питере. Я жил здесь и не ездил. Корю себя до сих пор, потому что это самое зрелищное соревнование из всех, что я видел. Но в 23-м чудо не случилось. Крутые трюки были? Были. Атмосфера была? Не была. Я сначала думал, что это мое впечатление, но мнение мое разделило большое количество человек. Сегодня разберемся, почему так. Поэтому заваривайте чайку. Подписывайтесь на канал, звените в колокольчик. Далее реклама, которая продлится всего 80 секунд. Досмотрев ее до конца, вы помогаете продвижению канала и участвуете в развитии индустрии в целом. Итак, дорогие друзья, сегодня познакомимся с новым производителем фигур Текра. Несмотря на то, что компания открылась всего год назад, ребята имеют большой практический опыт в производстве фигур. Более 10 лет. Фигура полностью пластиковая, без использования металлических каркасов. Пластик высшего качества используется со всеми необходимыми присадками и стабилизаторами. Особенно подкупает не только то, что парни, конечно, любят вейк, сами катаются, имеют собственный вейк-парк, где фигуры проходят тестирование в реальных условиях, но также сотрудничают с профессиональными райдерами при разработке новых нестандартных фигур. Одна из таких фигур Hardway, промодель Романа Оводова. Это модульная фигура, которая трансформируется в 5 разных вариаций от бассейна до 4 независимых фигур. Считай трансформер. Трансформер, я не понимаю даже, что это такое. С каталогом можно ознакомиться на сайте и там же оставить заявку на производство кастомных фигур любой сложности. В настоящее время у производителей есть фигуры, бывшие в употреблении, которые простояли на воде всего половину сезона, были сделаны для соревнований 23-го года и идеально подходят для реверсивного парка. Все они сейчас продаются с хорошей скидкой, но при этом гарантия от производителя сохраняется. Все ссылки на ребят в описании, переходим, ознакомливаемся и готовим свой вейк-парк к сезону 24-го года. Было так, что из разряда я ходил, приезжал на соревнования на огонь водотрубу с Никитосом Стерсковым, и он такой, так, ну вот это вот Гюрс, немецкий суперизвестный вейкбордист, вот это Пикок, молодой британец, а вот это Макс Милл, чемпион какого-то там чего-то там, вейкборды вообще все. Еще такой-сякой, ну типа было иностранцев, реально человек там 15, наверное, и все были суперизвестные, там Яник, по-моему, еще был, кто-то еще. В общем, я помню, что это были вот топовые имена, Виктор Салман должен был приезжать, я помню, травмировался, по-моему, тогда. Девчонки были известны, Кортни, по-моему, Кортни Ангус. Ну, в общем, был прям уровень. Ну и как бы как ребята гасили, мы все были в шоке просто, когда там Грант на эту стену бэксид треху пулял с перехватом спиной вперед, ну как бы такого еще никто с тех пор не сделал. Типа прикол был в том, что даже не то, что на Гранд Роск 6, а все приезжали, еще и делали целую фигуру под это. Фигура была как бы пусть там с недочетами, но интересная, прямо и долго потом стояла, и мы ее все по-разному обкатывали. Я не знала, что я ожидал, когда я поехал в Россию, но вот я в Санкт-Петербурге. О, мой Бог, это ужасно. Мероприятие в прошлом году. На базе форта также проходило мероприятие, которое никак не относилось к соревнованиям. Но из-за этого людей была тьма. Тьмущая, проходные с охранниками, огромная очередь в бар, сесть было просто невозможно. Все это в совокупности играло большую роль в восприятии происходящего. Это было помпезно, это было грандиозно. И чего стоил ураган, который снес все, что можно было снести к хуям собачьим. Боих заход. В 23-м все проще. Ажиотажа не было, классных ведущих не было, урагана не было, даже Савина и Лизы не было. Там шлепок на весь парк, как будто что-то взорвалось, а это Кирилл, блядь, приземляет. Ты выходишь, спрашиваешь, у тебя там как колени спина норма, он говорит, чего? Нет, огонь, вода, труба. Планировались как крупное мероприятие с иностранными райдерами, это ключевое было. И типа там Дэниел Гран делал по соревнованиям фигуру. Другой масштаб совершенно. Тут это чисто местечковое а-ля Кубок Форта Константин. Чуть-чуть проапгрейдили, добавили партнеров, вот пластика точек. Я бы не сказал, что это прям даже по идеологии одно и то же. Там это прям, ну знаешь, это как какой-то фестиваль на два дня сравнивать с просто соревнованиями, которые на этом фестивале одни и прошли. Ведущие в прошлом году прям заряжены, с шутейками, со всеми делами. Эта работа сложная, поддерживать атмосферу. И очень важная. В этом году ведущим был Тёма Лоза. Мало того, что путал трюки. Но он не для этого мероприятия. Вот на Кубке Губера он был в тему. Это такой кингвинчевский между собой человек, особо рассказывать про него нечего. Там Тёма весьма гармонично вписывался, как ведущий. Здесь, ну, не хватило харизмы. Может, нужно было хотя бы двоих ведущих, как в 22-м году, но по этому параметру просадка сильная. Из-за отсутствия должная атмосфера, начинаешь обращать внимание на всякие мелочи. Я вот, например, заебывался рубаху свою чистить. На трибунах, где не сядешь, везде грязные. Видимо, на них никто не сидит особо, и они сильно запылились. А перед мероприятием их просто не почистили. Ладно, и так сойдет. Или, например, вот парк претерпел некие изменения. Там такая огромная хуэрага была. Ее убрали, не знаю, может быть, потому что она технически уже пришла в негодность, или потому что кроме терса на нее никто не запрыгивает. В общем, ее убрали, ничем не закрыли, и все это смотрелось как будто бы вот здесь все у нас замечательно, вейт-парк, все очень круто, классно, интересно, а здесь у нас начинается какое-то поле, выжженная пустыня, и в совокупности это смотрелось достаточно нелепо. Ну и поломки были. Хорошо, что хотя бы когда терс выступал, он хоть обыграл и все. Вот опять же еще одна претензия к пластику и точке, что типа под пластикой точкой тоже делалась фигура. Вот эта Кенни фигура, она была вообще максимально странная, половина ее не работала, то есть как бы это видно было сразу, что это по эскизам кого-то было сделано в интернете и доработано, а не сделано изначально райдером с какими-то пониманиями по каким-то там уже существующим фигурам. И то же самое вот было на последних пластикой точке. Я вписался типа там поучаствовать в сознании фигуры на сетапе, как бы все вроде примерно так и сделали, но там вот эти мелочи в размерах, которые у нас не совпали, то, что я рисовал, как должно было быть, то, что получилось, как бы оно все очень сильно вылилось в то, что фигура хоть и работала, но не так, как должна была. Если бы она была сделана ровно по тем размерам, мы потом в итоге считали, смотрели, ходили, то она бы работала еще лучше, еще разнообразнее. Ну и как бы вот это все, да, она тоже, конечно, немного, немного огорчается. Вот, кстати, насчет поломок и судейских решений. В прошлом году была такая ситуация. Игорь Ягунов делает свой проезд, в какой-то момент у него фал цепляется за саморез. 100% за саморез, потому что я как раз-таки снимал с этого ракурса, и я, соответственно, эту ручку с этого самореза снимал и вручал ему обратно. Соответственно, Игорю сказали, что нужно переехать. Он, соответственно, все переделал, переехал, выстегнулся из доски и его дисквалифицировали. До свидания, нахуй! Дисквалифицировали, потому что, оказывается, он должен был проехать не один проезд, тот, где у него зацепилась ручка, а всю программу целиком. Он, естественно, об этом не знал. Судьи ему не сказали, что вот так должно быть, и никто из зрителей тоже не знал. Недовольство было, я ебал. Все эту тему обсуждали, и никто не мог понять, что происходит, потому что Игорь классно выступил, но при этом его дисквалифицировали, причем за то, в чем он был не виноват. В этом году, соответственно, ломается оборудование в момент, когда выступал Никита Кирсков. И, насколько я знаю, поправьте меня в комментариях, может быть, я ошибся. Лебедка вдруг перестала тянуть, и, как я понял, Никита полностью всю программу не перекатывал. Он откатал только ту часть, после того, как лебедка опять завелась, он откатал только ту часть, которую ему осталось докатать, всю программу с самого начала. И здесь у меня, соответственно, возникает вопрос, а как происходит судейство? А судьи кто? Когда у нас плюс-минус, вроде как, два одинаковых случая, поправьте меня, с терцем я могу ошибаться. Тут вообще, в принципе, претензии, это не к Никите, я просто хочу понять, этому, может быть, есть логичное объяснение, почему в одном случае это происходит так, а в аналогичном в следующем году это происходило по-другому. И вот, соответственно, вопрос, как происходит судейство, когда у нас, по сути, один и тот же случай, но там решение одно, а здесь решение другое. Так как это неофициальное соревнование, нет каких-то общих критериев судейства, прям четко поставленных и прям, как вот должны пройти соревнования. Каждый раз организаторы собираются и сами решают, какой формат. Зачастую вот такие проблемы, они у нас часто происходят из-за того, что заранее все четко не оговорено, нет никакого плана действия. Когда ты получаешь приглашение там на соревнование или регистрируешься на WorkBase, например, у тебя есть там приглашение, да, и вот было бы хорошо, мы это много обсуждали, там прописать уже заранее все правила, все это. Вот так будет происходить, столько, если ты упал, если что-то, ты должен там сделать то. Из-за того, что такой информации нет, все это обычно оговаривается на райдерс-митинге. Каждый раз информация разная. В этот раз захотели, сказали вот так. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Потом, в следующий раз, там, прошли соревнования, на опыте сказали, в этот раз теперь будет по-другому. А райдеры, они все равно, ну, сложно вот так вот каждый раз переключаться, соревнования все равно и те разные говорят. Поэтому, да, не хватает какой-то прям четкой системы, чтобы это вот в бюллетень, вспомнил, как в бюллетене было четко прописано, да? Бюллетень неустановленной формы. Чтобы не то, что там приходите на собрание в 8 утра, кто не пришел, тот ни хера не понимает. Чтобы можно было и не приходя на это собрание, хотя туда надо тоже приходить, там много интересного могут ответить и рассказать. Ты уже мог понимать основные принципы, по которым ты вообще соревнуешься. Это важная тема, ну, как бы у нас там в сноуборде в свое время все было четко прописано, ты все четко знаешь. Ну, такая, ты не спрашиваешь, а что, если ты знаешь, что вот сейчас ты можешь там поднять руку и тебе дадут рестарт? У нас существует Илья Табашников, который является судьей. И вот однажды произошла такая ситуация. Я в бассейне, это ковидные времена, соответственно, перед тем, как пройти в бассейн, вам на стойке администрации выдают там ключики туда-сюда, 5-10-е, там очередь небольшая, стою я, передо мной Тёма Лоза, и я вижу, что идет Илья Табашников. Соответственно, он подходит ко мне, а у меня маска вот здесь висела, то есть не на лице, а просто вот здесь под подбородком. Он подходит ко мне и такой типа, ну надо надеть на лицо, потом переводит взгляд на Тёму Лозу и уходит. А весь цемь ситуации в том, что у Тёмы Лозы не просто ее вот здесь не было, и вот здесь не было, на нем вообще не было маски. И получается, что ко мне подошел человек, говорит, что тебе, вот тебе конкретно нужно ее надеть вот сюда, а вот этот человек, скорее всего, потому что я его знаю, там и прочее, и прочее, то есть, ну в принципе, ему можно не надевать. То есть, животное есть ровное, но есть, конечно же, ровнее. И я с Ильей Табашниковым не общался, я не могу судить, что он за человек, да, мне там про него всякие истории интересные рассказывали, но это не то, из чего я бы складывал свое мнение, да, то есть, для того, чтобы мне понять, человек хороший или плохой, мне обязательно нужно с ним пообщаться. Вот, допустим, как с Wake Experience. Мне тоже много кто говорил, что это отвратительные кемпы, но я сделал этот вывод только после того, как сам с ними съездил. Я сам своими глазами увидел, буду делать обзор, соответственно, там обо всем расскажу. И по поводу Ильи Табашникова, ну, вот просто вот такая ситуация у меня с ним была. Но, суть в том, что это предвзятость, а почему она не может работать в момент, когда он судит соревнования? Если он вот здесь так относится, то почему в момент, когда он судит человека, который катается, вот этому он может подсудить, потому что он его знает, он к нему как-то относится, да, там, и прочее, и прочее. А вот этот человек, которого он не знает, и который, а может быть, он вообще к нему в жизни негативно относится. Почему он не может у него забрать баллы, если я вижу, что, ну, просто в реальной жизни такое может произойти? Атем Шаков заставил, заставил наших судей! Поработать! Во-первых, всегда в судействе было, есть и будет немного предвзятое отношение, потому что есть известные райдеры, это прям факт. Вот этих райдеров мы знаем, мы знаем, что они гасит. Соответственно, уже ожидания, как бы, они уже высокие, и оценка уже заведомо поставлена, а-ля, выше средней. Ведь тут же едет какой-то человек, ты его не знаешь, из-за того, что ты его не знаешь, ты пристальнее к нему присматриваешься. Из-за таких моментов часто на соревнованиях там людям, которые уже давно выступают, например, давно выигрывают, какие-то косяки даже не замечают, потому что они пристально смотрят за трюками, там, за программой, а такие, ну, этот в любом случае делает круто, там можно не рассматривать. Но это очень плохая движуха, и за это часто начинаются в интернете холивары, там всякие разборки по поводу того, что вот смотрите тут, а вот смотрите тут. Ну, тут, к сожалению, всегда у судей есть отговорка, судейство субъективное, из-за разряда это не досмотрели, не увидели и так далее. Но мне кажется, что просто тут вот зависит конкретно от судей. Я за свою жизнь встречал очень много судей, которые прям супер досконально разбираются в каждом вопросе, и как бы там и вопросов по судейству практически нет, а если есть, тебе все объяснят, покажут, иногда даже поменяют результат, если там можно. Когда мы начинали кататься на сноуборде, можно было менять результат вообще, могли поменять. То есть сейчас такого уже нет. Ну, а сейчас, да, часто происходит, вот я замечаю все чаще реально на соревнованиях, что происходит такая ситуация, что там, например, water pipe, и там кому-то, для кого-то он важен, для кого-то как будто бы, ну, заехал и молодец, до середины доехал, на жопе скатился, типа, ну, это не падение, он же на него и не собирался заезжать из-за разряда. Ну, вот такие всякие приколы, то есть, да, до этого и должно быть все четко прописано в бюллетене и потом четко, чтобы можно было, опять же, судьям предъявить по поводу того, что вот у вас бюллетень написан, water pipe оценивается вот так-то, вот это считается проездом, вот это не считается, пока ты не оказался в воде, если ты коснулся другой частью тела, до фигуры, все, как бы, чтобы даже ни у кого не возникал этот вопрос из разряда там, а почему, а как, вот он заехал там, блин, жопой об кончик коснулся и все спорят, падение это или нет. Протер уголочек пальцем, мизинчиком, все, как бы, это падение. Ну вот, как бы, да, надо более ответственно к этому подходить и плюс предвзятое отношение, оно все равно всегда будет, человеческий фактор. Но его можно минимизировать более, большей конкретикой на райдерс-митинге или в бюллетене, например, по критериям судейства. Особенно, если это соревнование неофициальное и, соответственно, нет никакого официального документа, чтобы их регулировать. Я уверен, там в IWWF еще где-то есть какие-то там а когда это коммерческие соревнования, правил-то нет. Там вообще можешь насудить что угодно и вот как раз очень надо грамотно и подробно прописывать это все и опять же объяснять, повторять на райдерс-митинге. Исходя из этой истории, у меня, соответственно, далее рождается вопрос. Ну, или я 100% проходил какие-то курсы или, может быть, судейские семинары. Как раз сейчас такой семинар анонсируют, он будет проходить, если не ошибаюсь, спортстейшн, также там курсы НЛИ. Мы это все обсуждаем как раз таки в нашем телеграм-канале очень яро и возникает вопрос. А нужны ли эти семинары и курсы НЛИ вообще человеку, который занимается вейкбордингом, является тренером, является оператором, является инструктором? На мой взгляд, нет. И объясню, почему. Во-первых, потому что с курсами НЛИ я уже встречался в батутной сфере. Они не прижились и в вейкборде будет абсолютно то же самое, потому что схема один в один. Итак, почему же? Человек, который должен пройти курсы НЛИ, допустим, инструктор батутного парка, ему это неинтересно, потому что, во-первых, после получения корочки его зарплата не повысится, а если он только планирует поступить на работу, то эта корочка никак ничего, никаких преференций ему не даст. Она руководителю, работодателю не нужна. Если приходят два инструктора и один говорит, что у него есть корочка НЛИ, а другой говорит, что у него нет корочки НЛИ, руководителю абсолютно насрать. Он выберет более лояльного человека, который будет нормально следить за залом и обеспечит безопасность людей, которые пришли на батутах прыгать. Все. Корочка НЛИ абсолютно неинтересна человеку, который поступает на работу, денег больше не будет, примут и так. А что касается знаний, которые давали на курсах НЛИ относительно батутного парка, любой школьник, который хотя бы два-три месяца отпрыгал в батутном парке, уже знает больше, чем то, что преподавали на этих курсах. У меня еще опыт с НЛИ огромной сноуборды. Я их знаю еще столько уже, ну там, с бородатых годов, там, они на Егоре еще, там, когда она только открывалась, уже там, устраивали, что-то созывали, что все, давайте здесь. По мне, тогда просто пирамида. Ну, типа, пирамида по зарабатыванию как бабок. Типа, вот, стань инструктором, потом повысь еще свою категорию, потом сможешь обучать вот этих цешников, там, типа, Ц, Б, А. И вот так вот их там уже этих инструкторов вот столько. Говорят, вот мы там, типа, инструктора, у нас вся база есть катание, типа, нам нужен фристайл. Когда они к нам приходят, я смотрю на их базу катания, я просто понимаю, что там, ну, как бы, вот через эту пирамиду настолько знание, может быть, там кто-то наверху реально шарит, но они настолько исковеркиваются, что та информация, в каком виде она доходит уже для тех, кто получает там самую базовую цикатегорию, она уже просто, ну, полный трэш. Плюс люди абсолютно там, ну, как бы, так как они не профессиональные райдеры, да, так как они, как я понимаю, вообще даже не общаются никогда с профессиональными райдерами, а где-то там в Австрии кто-то получил корочку, и вот она вот так расходится. Вот как испорченный телефон, реально. И получается, что и так были узкие знания достаточно, чисто вот по инструкторству. А они их еще и портят, как бы, через вот эту передачу. И потом, как бы, еще и думают, что это вся база знаний, хотя это узкоспециализировано, это именно инструкторство. А инструкторство, это не тренерство, это очень разные вещи, и надо понимать, что инструктор, он тебя вот, вот ты до этого ехал и падал постоянно, и вот ты поехал. Вот на этом работа инструктора зачастую закончена, то есть как бы, они думают, что они уже тренера, то есть как бы, что они всю технику катания познали, и это будут передавать. Также, мне кажется, и на Вейке, если там и делать какую-то школу, в которой ты можешь получить корочку инструктора или судьи, там должен сидеть какой-то, я не знаю, там Никита Терсков, например, вот к нему все приходят на семинары, он всем рассказывает, что есть там техника, какая она там, какие они разные есть, как за катером кататься, как тут, вот он все это объясняет, еще и своего опыта туда вкладывает, еще и рассказывает, как его судили, и как он бы судил. И вместе там еще с каким-нибудь Аланом, с знакомым, который главный судья у нас, если бы они вот, например, вдвое вмещали, я бы на такие курсы пошел, грубо говоря. Теперь рассмотрим с точки зрения человека, который, соответственно, принимает инструктора на работу. В случае, если кто-то в батутном парке ломает позвоночник или еще что-то, естественно, сразу же создается, заводится уголовное дело, и когда к тебе придет следователь, и ты ему скажешь, что у меня инструктор с корочкой НЛИ, он тебе скажет, что ты вот этой корочкой можешь себе отчело потереть, потом бросить в урну и забыть, потому что для нас она не несет никакой юридической ценности. Так же, как и бумажки, которые вы подписываете, когда проходите в батутный парк, о том, что берете на себя ответственность за свою жизнь и здоровье, они тоже никакой роли юридической не играют, и многие еще возмущаются, мы там пишем, мы не хотим это писать, это по сути никакой роли не играет. Это когда уже произошло событие, завели уголовное дело, батутный парк предоставил всю документацию, что у него в порядке батута, что у него в порядке все оборудование, что у него инструктора прошли курсы медпомощи, что, соответственно, вот у нас видеонаблюдение, вот у нас человек подошел, показал, что так делать нельзя, человек все равно прыгнул в самую последнюю очередь, может быть, эта бумажечка какую-то роль сыграет, но в общем на нее абсолютно насрать, когда заводят дело, на это не смотрят вообще. И вот, соответственно, если мы берем руководителя, то какая ему разница, прошел у него человек курсы НЛИ или не прошел, для него гораздо важнее, если у него будет корочка о том, что он прошел курсы по оказанию первой медицинской помощи, вот эта штука может роль сыграть, а корочка об НЛИ нет. И, соответственно, курсы эти в батутном спорте не прижились, абсолютно они никому не нужны, просто там побрили денег с нескольких человек, которые все-таки в это вписались, и все, с вейком будет абсолютно то же самое, потому что придет оператор, он скажет, я вот хочу работать, а ты на кнопке умеешь тыкать, не умеешь, вот научим, все. Зачем руководителю тратить деньги на то, чтобы отправлять человека учиться на курсах НЛИ, мне абсолютно не ясно, когда лучше ему пройти курсы здесь, в своем городе, курсы относительно того, как вести себя, если человек травмируется на воде, там курсы оказания первой медицинской помощи, они будут гораздо важнее. Сам райдер, который хочет быть инструктором, поедет в Москву за 40 тысяч рублей учиться, ну, тоже сомнительно, допустим, для меня, я считаю, что суммы, которые просят НЛИ за свои курсы, но я бы не сказал, что дорого, да, там 36-40 тысяч, это, ну, абсолютно адекватно, на мой взгляд, за знание, я часто прохожу какие-то курсы по моушн-дизайну, по монтажу, и плюс-минус это сопоставимые суммы, но, допустим, в Липецке зарплаты даже такой в один месяц, я уверен, у людей, которые работают на лебедке, нету. 40 тысяч рублей, ну, хорошо, при лучших раскладах это месяц работы инструктора где-то в провинции, это мы вообще, это мы берем какие-то вообще-то просто невероятные вейкпарки, суперщедрые, которые по 40 тысяч в месяц дают, соответственно, своим инструкторам, на деле же такого не происходит, но, допустим, у нас вейкпарк работает 5 месяцев и, соответственно, сам инструктор должен туда пойти, отдать одну свою зарплату, я понимаю, если бы это было, ну, может быть, условно, да, то есть работа была бы круглогодичной, но нет, это всего 5 месяцев и получается, что человеку нужно отдать одну свою зарплату, непонятно для чего, непонятно зачем, за какую-то корку, которая абсолютно никак не будет котироваться, поэтому, на мой взгляд, курсы НЛИ это абсолютно бесполезная вещь, если вы знаете организаторов курсов НЛИ или если вы знаете людей, которые у нас, соответственно, находятся в федерации воднолыжной и принимают какие-то решения, обязательно пишите, спамьте, очень хочу пообщаться с теми и с другими, готов записать интервью, возможно, просто существует информация, которую я не знаю, поэтому не могу объективную картину, соответственно, своим зрителям подать, а вот если мы с ними пообщаемся, да, то есть с представителями курсов, с представителями федерации, то мы просто сможем на огромное количество вопросов ответить, я с большим удовольствием пообщаюсь, задам вопросы и, возможно, я где-то неправ, можно будет, соответственно, сделать целый ролик, где мы объясним людям, что это вот так, вот так, вот так, но что касается курсов НЛИ, я думаю, что я прав. вообще вот я начал свою движуху сразу, вот практически с Кингвичом, да, начал кататься у Никиты Терскова и меня сразу потом взяли практически в Кингвичу, в команду, и у нас там были выезды в Москву, там, всей командой, там, на Вене мы выезжали, там, на соревнования Москва 870, ну, типа, была постоянно какая-то движуха, было круто, и вот тогда начали огонь-вода-трубы проводить, и как бы они с каждым годом развивались, и, ну, это было реально круто, то есть я прям с удовольствием всегда туда приезжал, и один год, когда у меня там были сборы по сборной России, по сноуборду, и ровно в эти даты, там, я не поехал на соревнования и был очень расстроен этому, и вот этот был рост, 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 становилось все круче и круче и круче, крутые призовые, там, да, там, в какой-то момент перестало так много приезжать, там, зарубежных знаменитостей, в их бордических, но, а потом так опа, все сворачивается, огонь, вода, трубы больше нету, и пластик и точка, и мы все такие, типа, что это такое? Во-первых, это вкусная точка, только пластик и точка, ну, как бы, с одной стороны, конечно, хитрый маркетинговый ход, с другой стороны, как-то вейкбординг такое себе, я бы что-нибудь поинтереснее придумал, если это делать каким-то ивентом на года, плюс еще какая-то новая фигура должна быть, ее еще нету, непонятно, как раскатываться, ну, в общем, фигуру там в итоге сделали, мы там что-то плюс-минус за денечек подраскатались за два, поучаствовали, было, ну, прикольно, да, как бы, было что-то похожее на огонь, вода, трубы, но, типа, просто все поменьше, но это был первый опыт этих соревнований конкретного, пластик и точка, и, типа, ну, я лично нормально воспринял, это там, первый раз, все переиначили, по-любому, косяки какие-то, вот там с фигурой и так далее будут, вот уже в этом году, точнее, уже в прошедшем, когда второй раз проходили соревнования, и когда были уже все те же самые опять проблемы с фигурой, то, что там вот должен быть быть сетап, его нету, как бы половина сетапа не работает, не покататься, нормально не прикататься, то есть ты же как, ты же не приходишь там, типа, ради соревнований что-то прикатывать, ты обычно катаешься вместе, если оно крутое, да, накатываешь трюки, а потом к соревнованиям, может, их еще усиливаешь, из этого складываются какие-то крутые раны у всех райдеров, крутые трюки, соревнования становятся зрелищными, интересными, в том числе и для райдеров, то есть какая-то конкурентная среда образуется, а когда у тебя парк не готов, да, когда ты понимаешь, что ты должен будешь влететь и что-то там напридумывать за один день, за одну раскатку, а там куча народу и этой раскатки ее мало, да, весь интерес пропадает, и ты уже скорее, ну, начинаешь негативить по поводу, а в чем проблема была на прошлом опыте, там, сделать сетап раньше, подготовиться раньше, все это нормально прорекламировать, дать своим же райдерам, там, будучи в команде, там, покататься. И у нас там была еще там личная ситуация с KingVich, которая меня еще дополнительно подбила, и я вообще, типа, в этом году просто наотрез сказал, что все, я не буду участвовать, как бы, мне это, ну, мне просто неинтересно, я в свое время, как бы, очень много участвовал в соревнованиях официальных, да, там, в своей спортивной карьере с ноутбордистом, и это всегда был такой мандраж, типа, там, выделены на тебя деньги, проделанную работу. А тут хочется, как бы, так как вейк, это вот коммерческая история для меня чисто, я не хочу лезть вовсю, в эту официальную движуху, и я хочу кайфовать с соревнований, на которые я приезжаю. Поэтому я на многие соревнования не езжу, потому что знаю, что там никакого кайфа не будет. То есть какие-то там очки зарабатывать рейтинга вейкбейса, или там, за какими-то гнаться там, маленькими призами, когда ты на дорогу тратишь больше, ну, неинтересно, а сами соревнования неинтересные. Вот. А тут это была всегда такая история, которая суперинтересная, которая меня же в то же время прокачивала. Ну, и вот такой исход. Ну, а по своим соревнованиям, как они проходили, у меня там ученики участвовали, как бы, я их все равно готовил, смотрел, как проходят соревнования, и у меня тоже, конечно, были вопросы по судейству достаточно много, то есть как бы, были вопросы по организации тоже. Как будто бы произошла какой-то откат, деградация, и это очень сильно, мне кажется, повлияло как раз и на уровень катания, и на количество зрителей, и на зрелищность всего этого мероприятия. Ну, как бы, я бы, вот, если я побывал бы в этом году на этих соревнованиях, я бы не сказал, что я очень хотел бы в следующий год на них поехать, то есть, скорее всего, нет. Я на поле отсюда! Вот, лайка! Я-я-я-я-я-я-я! И к чему, соответственно, вот если вот этот весь мой пиздеж подрезюмировать, к чему веду? Комьюнити у нас маленькое, растет стремительно, вопросов много, на все эти вопросы надо отвечать. Я очень рад, что являюсь человеком, который способствует тому, что эти ответы, наконец, начинают появляться, появляется какая-то ясность определенная, и у нас уже есть какое-то направление, по которому мы можем идти и развиваться. Пластик и точка 22-го года офигенный, 23-й скучноват, в 24-м, надеюсь, все ошибки будут исправлены и будет супер, круто и абсолютно офигенно. Главное не было никакого и никогда не будет. Все теперь из Северного! Я смотрю на любителей мужчин. О-о-о! Федерации, ретит, а полевая, полевая, надо делать! О-о-о! О-о-о! О-о! Слушали! О-о-о! О-о-о-о! О-о-о! 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 Офессийский, ве-зеральный, ве-зеральный, на строке! О-о-о-о-о! Давай, Робова! Двуха-херпедит! 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 О-о-о! Двуха-херпедит! Актива на карте! Красиво! Барбей! Барбей отритушил! Вдох! Арни-серпедит! Арни-серпедит на странице! О-о-о-о! Вдох! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok